Приветствую вас, на первый взгляд, конечно, да, на первый взгляд, история именно такая, что действительно передаётся, ну, потому что любая девочка хочет быть похожа на свою маму, вот, и, собственно, мама говорит девочке такой, что делать, а папа показывает как. Так, это да, это так. Но, понимаете, какая история? В психологии есть два вида таких вот предписаний, да, предписаний, установок, которые даются ребёнку в детстве. Это, в первую очередь, вербальные, да, то есть поведенческие, такие, вот. И, во-вторых, это невербальные. В большей степени, это, может быть, даже такие больше, знаете, эмоциональные, в большей степени. Вот. То есть тут как бы история такая, что, допустим, мама вот она грубая, да, она сильная мама, да, она такая прям, ну, даже вот чем-то похожа, да, на мужчину, допустим. Вот. То есть она там легко, легко, да, она конфликтует с мужчиной и так далее, вот. Вот. То есть тут, тут, вот, в принципе, такая история. Но при этом она, допустим, своей дочери, да, она при этом может говорить, чтобы она была слабой. То есть она дочери внущает, вот, путём одобрения и, вот, вот, вот. И наказание она внущает своей дочери, какое поведение для, именно для мамы, именно для мамы приемлемо. И бывает так, что мама для своей дочери хочет, чтобы та была, допустим, ну, допустим, допустим, такая же, да, вот, как и... Она, она сама, вот. А, бывает, бывает, по-другому история. Бывает так, что мама хочет, чтобы дочь была, там, грубо говоря, слабой. Вот. И в этом случае, в этом случае, в этом случае, в этом случае дочь не будет похожа на маму. Она будет, ее, ну, ее полной противоположностью будет, в общем, дочь. Вот. Понятно. Понятно. Понятно, о чем идет речь. И, соответственно, если, грубо говоря, вот, если мама внущает, значит, своему ребенку, что вот она, дескать, должна быть, вот, слабой, вот. Что грубости никакой по отношению к своему, там, будущему мужу, да, не будет. Никакой. Напротив, это будет, такая тихая, тихая девочка, да, такой тихий человек, вот, который будет думать, там, ну, в первую очередь будет думать о других. Вот. Так, как этого хотела, например, мама. Вот. То есть, тут вот, не все так однозначно, тут не все так, ну, не все так, прям, вот, линейно происходит. Вот. Тут, как бы, вот, в каждой семье, да, по-своему. Иногда бывает, иногда, иногда бывает, такая история, что в каких-то ситуациях родитель научил ребенка, допустим, себя защищать, да? В каких-то, в каких-то нет, в каких-то не научил себя защищать. И ребенок, такой ребенок, он в чем-то будет проявлять жесткость, в чем-то, а в чем-то будет наоборот, проявлять мягкость. Вот. И тут, вы знаете, вот, примерно, ну, процентов, я бы сказал, двадцать пять. Ну, двадцатипятипроцентный шанс того, что дочь будет такая же, как мать, а двадцатипятипроцентная вероятность того, что дочь будет в противоположность, как мать. И двадцатипроцентная вероятность того, что дочь будет вести себя в чем-то, как мать, в чем-то, не как мать. Вот. И такая же двадцатипроцентная вероятность того же только, да, наоборот. Что это? Ну, то есть, наоборот, это имеется в виду, когда, допустим, мать кричит, да, в каких-то моментах мама кричит там, вот, дочь в этот момент будет повторять ее поведение. В какие-то моменты, в какие-то моменты она, наоборот, не будет повторять ее поведение. Вот. Где и как она будет себя вести? Как она будет себя вести? Вот это вот, собственно, и определяет процент. Значит, примерно двадцать пять. Вот это вот. То есть, сто процентов вероятности нет, убить не может это. Это очевидно. Это нормально. Что, ну, нормально, что так. Так. Ну, вот. Надеюсь, вы поняли меня. Ну, поняли, что это хотел сказать. Вот. Ага, значит. Что еще, да? Что еще? Я могу, значит, ну, что еще я могу вам добавить? Что еще можно добавить, да? Вот. Значит. Влияет ли модель поведения матери и отца на будущее строительство отношения дочери? Да, влияет. Дочь предпринимает модель поведения матери по отношению к мужчинам? В дальнейшем, да, предпринимает. Может ли отразиться, что мать не женственная, грубоватая, редкая скандальная по отношению к мужчинам? Да, может. Может отразиться. Безусловно. Вот. Только как это отразится? У нас вот как отразится. Вот как это отразится, да, это уже вопрос. Понимаете? Как конкретно это отразится? Это уже вопрос. То есть, может быть, может быть, может быть, может быть, отразиться это крайне негативно. Негативно. Может быть, отразиться это крайне позитивно. Вот. То есть, тут вариантов на самом деле очень много. Вот именно вариантов. Очень много. Так что нужно смотреть и исследовать непосредственно конкретные случаи. Разбирать. Вот. Ну, это все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите. В личку я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.